Друзья, всем привет! С вами вновь Татьяна, и мы сегодня находимся у меня в зимнем саду. Сегодня будет у нас с вами очень такая важная тема. Вы мне задаете такой вопрос, как я справляюсь с поливом своих многочисленных растений. Потому что растений много, и комнатных растений много, и рассады, а рассады вообще полно. Я столько в этом году насажала, и действительно, для меня полив это целое мероприятие. То есть я практически полдня поливаю свои растения. И у меня возникла такая мысль, а может быть сделать видео и рассказать какие-то секретики, которыми я хочу поделиться с вами. И все это связано с поливом растений. То есть ваш вопрос навел меня вот на такую мысль, снять сегодняшнее видео. Итак, вы знаете, видео будет достаточно таким информативным, поэтому не спешите уходить от компьютера и переключаться. Досмотрите видео до конца. Потому что полив вообще это, знаете, не просто так. Мы взяли лейку, а что тут, скажете, что тут такого сложного? Взять лейку, налить воды, пройти, полить растения. И все, что тут сложного? На самом деле, вот в этом действии есть несколько тонкостей в этом деле. Поэтому досмотрите до конца. Итак, вообще, как правильно поливать растения? Вы когда-нибудь задавались себе таким вопросом? Вот смотрите, комнатные растения у нас могут быть посажены в пластиковые горшки и в керамические горшки. Итак, важное правило. Ну, номер один. В керамическом горшке растения мы всегда будем поливать чаще, чем в пластиковом горшке. Потому что керамический горшок имеет внутри пористую поверхность. И сам горшок в себя вбирает некоторое количество влаги. Поэтому обычно растения в керамических горшках мы поливаем несколько чаще. Что полив зависит еще и не только от горшка, в котором будет это растение в дальнейшем жить, но еще зависит, конечно, от температуры окружающего воздуха. То есть если в помещении жарко, то есть температура выше, соответственно, мы поливать будем чаще. Чем температура ниже, тем мы поливаем реже. Дальше все зависит еще и от освещенности. Чем светлее помещение, светлее, чем больше света, тем мы поливаем растения чаще. Чем, соответственно, темнее, значит, мы будем поливать растения редко. Дальше взять взрослое растение. Вот, допустим, как у меня, взрослое большое растение. Это растение, вообще взрослое растение, мы тоже поливаем реже, потому что у таких растений уже хорошо сформированная корневая система. И такое растение, в общем-то, мы меньше поливаем. Если взять какое-то молоденькое растение, молоденькое, там еще слабенькая корневая система. Такое растение мы будем поливать чаще. Дальше. От чего еще зависит полив? Можно, в принципе, определить частоту полива по виду растения. Вот смотрите, если у растения такой толстый, кожистый, жесткий лист. Пример – это, допустим, фикус. Фикус эластика, сансевьера, вот у меня ее здесь много. То есть щучий хвост, сансевьера. Такой жесткий лист. Ну, взять даже ту же монстеру. В общем, все растения, которые имеют такие жесткие листья, вот эти растения, требуют воды меньше. Если у растения много листьев, и они тоненькие, гибкие листья, и листьев много, то есть листовой массы много, соответственно, эти растения мы поливаем чаще. Растения в состоянии покоя мы тоже поливаем, но очень редко. Растения эпифиты. То есть что это? Это, допустим, некоторые виды орхидей. Вот у меня фаленопсис. Среди орхидей есть еще ванда, так называемая, которая выращивается без субстрата. Она выращивается в подвесном таком состоянии. Допустим, ванда. Ну, что еще? Ну, допустим, вот монстеры. Или к эпифитам относятся некоторые виды, допустим, папоротников, бромелиевые некоторые растения. Вот эти эпифиты мы поливаем методом опрыскивания, потому что они так в природе привыкли. Дальше. Как еще понять, как надо поливать растения? Вот смотрите, большинство растений, большинство все-таки нужно поливать сверху, то есть верхний полив, потому что это как бы самый традиционный полив, близкий к природному. Ведь дождь у нас сверху идет, да, и поливает все растения сверху. Это как бы большинство растений. Но если вы затрудняетесь ответить, допустим, ну, как же все-таки сверху поливать растения или с поддона? Вот моя подсказка вам. Те растения, которые нельзя опрыскивать, а к таким относятся все гиснериевые, ну, это синполи, узамбарские фиалки, допустим, да, цикламены, глоксинии, допустим, и другие. Вот эти растения надо поливать с поддона, то есть те, которые мы не можем опрыскивать. Вот именно эти растения мы поливаем с поддона. А чем плох полив с поддона? Тут есть такая маленькая отрицательная сторона этого полива. Если растения мы всегда поливаем с поддона, всегда, то вот из-за такого вида полива в почве очень быстро скапливаются соли. Соли, которые, в общем-то, находятся в растворенном виде в любой поливочной воде. И вот эти соли очень быстро выходят на поверхность почвы. И если вы вдруг увидели вот такой белесый какой-то, белесый налет сверху горшка, вот это и есть соли, которые выпадают, так скажем, от поливочной воды. Ее особо не надо бояться, но и не надо с ней мириться. Ее нужно просто ложечкой собрать, вот верхний слой почвы собрать, и, допустим, куда-нибудь на улицу можно. Ну, или просто выбросить. И просто досыпать свежей земли. Вот и все. Дальше какое еще важное правило полива? Растения ни в коем случае нельзя поливать кипяченой водой, потому что в такой воде уже нет воздуха. Воздух там уже выпарился, поэтому такой водой нельзя поливать. Очень важно следить еще за влажностью в помещении, там, где находятся растения. Дело в том, что если мы даже будем усердно и правильно поливать растения, но воздух вокруг будет сухой, то у растений возникает так называемый водный стресс. Что же это такое? Вообще вот влажность в наших помещениях обычно составляет где-то 25-30%. А для растений нужно, ну, хотя бы 60%. Это как минимум. В идеале 70-80% конечно влажности. И поэтому мы вынуждены часто опрыскивать растения, чтобы каким-то образом повысить влажность. Если мы не будем опрыскивать, то у растения в конечном итоге может наступить водяной стресс. Что это такое? Я сейчас объясню. Это та ситуация, когда, допустим, у растения ноги мокрые, как я называю ноги, это земляной ком, то есть ноги мокрые, голова сухая. То есть голове, кроме растений, не хватает влажности воздуха. И если это происходит часто, то есть растение недополучает определенной влажности, то в листьях растения со временем скапливаются соли. И такое растение начинает заболевать. Начинают появляться различные пятна, сохнут кончики. И вообще к такому растению очень быстро цепляется любая болезнь. Поэтому очень важно соблюдать баланс влажности корней и кроны. То есть окружающего воздуха, влажности окружающего воздуха. Если вы полили растение, то извольте его и опрыснуть. Я свои растения опрыскиваю достаточно часто. И опрыскиваю с помощью перекиси водорода. Я вам уже о перекиси водорода рассказывала. Кто, может быть, это видео не смотрел о пользе перекиси, я вам оставлю ссылочку или где-нибудь вот здесь, или, может быть, внесу в инфобоксе. Посмотрите. То есть я добавляю перекись, одна столовая ложка на литр воды, добавляю перекись в опрыскиватель в обычный и прохожу, опрыскиваю все растения. Это имитация дождя. И растения очень хорошо на такое опрыскивание реагируют. Если вы, допустим, имеете у себя много цветов, но не знаете точно, как ухаживать за каким-либо растением, то я вам советую сделать вот что. Залезьте в интернет и посмотрите, откуда ваше растение родом. Посмотрите. Если оно родом из влажных тропиков, соответственно, это растение требует и полива, частого полива и частого опрыскивания. То есть вам нужно посмотреть, из какой климатической зоны ваше растение. И тогда вам сразу станет понятно, как за этим растением ухаживать. Допустим, давайте возьмем растение пустынь и растение сухих, засушливых, пустынных мест. Это так называемые кактусы и суккуленты. Вот у кого есть такие растения, там денежное дерево, да, или может быть коллекция кактусов, какие-то кактусы у вас есть. Вот как их поливать? Значит, сразу вспоминаем, ага, это растение пустыни. А в пустыне часто ли идут дожди? Нет, они идут там очень редко. Поэтому именно эти растения, нужно поливать очень редко. Они в воде нуждаются, но они уже приспособились долгое время обходиться без воды. Но в пустыне иногда идет дождь. Но этот дождь там идет очень сильный, активный, потому что если он в пустыне будет слабенький дождь, то капли воды просто не долетят до поверхности почвы, потому что в пустыне жарко. Жарко. И в пустыне не бывает слабого дождя. Там бывает только сильный дождь. Но редко. И вот все пустынные растения, все суккуленты, все кактусы приспособились вот к такому режиму. То есть как мы должны поливать эти растения? Эти растения не воспринимают воду, если мы их льем по чуть-чуть. Они не воспринимают. Они так не привыкли. То есть эти растения мы поливаем очень обильно, прям хорошо-хорошо поливаем активно, но потом мы долго-долго эти растения не поливаем вообще. То есть делаем все так, к чему привыкли эти растения у себя на родине. Если у вас дома есть болотные растения, так называемые, а к таким относятся циперус, папирус, каллы, допустим, аиры, калладиумы, филадендроны, вот у кого есть эти растения, то они привыкли жить вообще чуть ли не в воде. Или рядом с водоемом, или в очень-очень таких сырых, болотистых местах. Вот для таких растений вода в поддоне всегда должна быть. Всегда. Взять орхидею. Орхидею нельзя поливать с поддона. Ни в коем случае. А почему? Потому что это эпифитное растение. Орхидея в природе живет на каких-то трухлявых деревьях, прикрепляется корнями. Корни все у нее наружу, и она ими из воздуха ловит влагу. Орхидея не живет в земле, как многие думают, да? Чуть ли не на грядке, на земле она не живет. Она живет на деревьях. На деревьях, в природе. Тот субстрат, который мы даем орхидеи в виде коры, кора, мох, допустим, да? Вот этот субстрат, он не может воду из поддона поднять вверх. Здесь нет в этой почве у орхидеи капилляров, по которым бы вода из поддона могла бы подняться вверх. Поэтому орхидеи мы никогда не поливаем с поддона. Это неправильный полив. Орхидея в природе так не привыкла, чтобы у нее ноги были мокрые. Орхидеи мы поливаем только сверху. Итак, вот более-менее я вам такие основные правила полива сказала. И теперь расскажу немножечко про свои растения. Я занимаюсь поливом растения чуть ли не полдня. Конечно, когда у меня не было рассады, это все происходило значительно быстрее. То есть я поливала там в течение часа все растения. Но сейчас прибавляется, конечно, рассада. И мне добавилась хлопота. Но это явление временное, ничего. И очень сильно при поливе экономит мое время драгоценное. И силы в том числе. Система капельного полива, которая у меня совсем недавно появилась. Значит, вот такая система капельного полива мне любезно предоставлена интернет-магазином «Минифермер». Они привезли мне прямо сюда, домой. Вот эту систему. И я прям немножечко даже свободно вздохнула, когда я ее установила для своих растений. То есть теперь у меня некоторые растения, не все, конечно, у меня растений много. И вот такой одной системы на всех не хватит. Но хотя бы. То есть теперь у меня те растения, которые у меня находятся, стоят на полу, они у меня теперь поливаются автоматически. Сейчас я вам покажу эту систему поближе, покажу, как она работает, из чего она состоит. Вот смотрите. Вот эта капельная система состоит вот из такого таймера, который является еще и насосом. Таймер очень легко управляется. Здесь вот три кнопочки. Одна кнопочка «Включить-выключить». Вот мы сейчас включили. И вот здесь с помощью вот этой кнопочки я устанавливаю, сколько секунд должен длиться капельный полив. У меня установлено 20 секунд. А вот эта кнопочка, здесь ей регулируется интервал, через сколько часов нужно поливать. То есть очень удобно. Я здесь могу, в общем-то, установить себе любую цифру. Абсолютно любую. То есть вот могу сделать 30 секунд, допустим, полив. И могу интервал увеличить. То есть могу поставить, допустим, 7 часов. И вот таким образом у меня растения сами поливаются через определенный промежуток времени. Значит, очень простая конструкция. Смотрите, вот этот таймер имеет прищепку вот такую. Видите, у него есть прищепка. И можно его прицепить абсолютно к любому предмету, там, где вам будет удобно. Я прикрепила непосредственно вот этот зажим непосредственно к стойке. Вот к стойке для цветов. И он очень хорошо держится, потому что у меня бегают кошки, чтобы, в общем-то, они его не свалили. Дальше. В комплекте идет вот такой шланг, рулон целый шланга, 10 метров длиной. Вот такой прозрачный, гибкий шланг. В комплект еще входят вот такие мини-фитинги. Пластмассовые штучки. Это разветвители. С помощью них вы можете себе сделать удобную разводку шланга. Берете вот этот шланг, который в комплекте идет. Из него вырезаете трубочку необходимой длины, чтобы эту трубочку опустить в емкость с водой. У меня в данный момент вот такая бутылка. Можно взять ведро, допустим, и даже сам таймер прикрепить на бортик ведра. Или какую-то вообще любую другую удобную для вас емкость. Я отрезала трубочку по длине самой бутылки, по глубине этой бутылки. Там на конце, кстати, есть фильтр для воды. Далее. Вам нужно определить, сколько, допустим, горшков, сколько цветов вам требуется полить. Я специально убрала отсюда все лишние свои растения и оставила только те, в которых установлен капельный полив. То есть вот этот весь ряд растений у меня поливается теперь автоматически. Я вот этот шланг присоединила вот сюда. И дальше я его отрезала на нужной мне длине. Видите, вот здесь я его отрезала. Дальше я вставляю вот такой маленький фитинг или разветвитель, как он называется, не знаю, вот здесь вот из четырех. Вот сюда я его вставила. Дальше поставила в растение вот эту капельницу и еще отрезала маленький кусочек шланга, чтобы эта капельница у меня соединялась вот с этим основным шлангом. Вот видите, водичка до сих пор еще находится в трубке и потихонечку по капельке капает в растение. Чтобы соединить несколько горшков, значит, вот у меня еще капельница вот в этом горшке. Я тоже отрезала маленький кусочек трубочки и тоже подсоединила вот сюда к крестовине, вот к этой. И дальше у меня пошла, пошел шланг уже по направлению к другим горшкам. Здесь я уже применила фитинг тройной. Вот здесь тройной фитинг у меня. Значит, один отрезок у меня пошел вот к этому растению, к спарагусу. Вот у меня капельница стоит. Вот она. И дальше еще я отрезала часть шланга, пустила его дальше. Здесь опять тройной фитинг у меня. И вот у меня поливается монстера. То есть вот еще капельница для монстеры. Вот такая капельница. Видите, вот так одевается сюда шланг и капельница втыкается. Где-то втыкать нужно не прямо у основания куста, конечно, да, а где-то вот так примерно. И так как растений много, то мне пришлось, конечно, по другому, по второму ряду еще. То есть вот здесь я поставила еще один тройной фитинг вот такой. И дальше у меня такая разводка из шланга пошла на ту сторону. Сейчас я вам покажу. И вот у меня пошло на этот ряд. Вот опять, видите, вот здесь вот опять я отрезала шланг на нужной длине, вот вставляла вот этот мини-фитинг и пошло у меня разветвление опять вот к этой капельнице. Вот у меня капельница драцена поливает. Дальше пошло к другому цветочку. Вот она пошла к другому цветочку. И опять вот абутилон. Абутилон у меня вянет очень быстро. И вот эта капельница у меня самая последняя. Она у меня на абутилоне. И, в общем-то, у меня шланг даже еще остался лишний. И я его могу в следующий раз просто удлинить. То есть здесь легко, вот этот шланг легко очень снимается. Его можно снять, допустим, да, и сделать другой длины. И вот таким образом у меня вот вся вот эта масса растений поливается автоматически. Для автоматического полива я, конечно, подобрала те растения, которые, в общем-то, больше всего нуждаются в влаге. Те, которые нужно поливать пореже. Я не стала подсоединять к этой системе. Я их так поливаю, вручную. Мотор бесшумный вообще. Насос вот здесь. Я его не слышу совсем. Как он включается? Абсолютно не слышу. Очень удобная вот эта штука, конечно, для тех, кто часто отсутствует дома. Или, допустим, кто уезжает в отпуск, может быть. Ну, чтобы не просить соседей приходить поливать ваши цветы, то вот это можно приобрести вот такую автоматическую систему полива. Она, кстати, работает от четырех пальчиковых батареек. Что, в общем-то, очень удобно. Не нужно подключать к электричеству. Система надежная очень. Включается. Включается четко. Кстати, в своей ценовой категории этому прибору здесь у нас в России нет аналогов. Он достаточно дешев. То есть цена очень доступная. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот эта автоматическая капельная система полива, конечно, предназначена только для помещений. На улице ее использовать нельзя. Только для помещений. И поэтому, если у вас очень много цветов, очень много, и у вас, конечно, может быть, мало времени, или вы часто бываете в командировках, в отъезде, или уезжаете в отпуск, то вот эта система автоматическая капельного полива вас очень-очень выручит. Или, может быть, у вас есть дома коллекция сенполией, допустим, да, или коллекция каких-либо других растений, коллекция орхидеи, допустим, то тоже очень удобно этой системой воспользоваться. Во-первых, вы сами можете таймер наладить так, как вам надо. Все это зависит, конечно, от растений, которые вы будете поливать таким образом с помощью этой системы. Вы можете уменьшить интервал, можете увеличить интервал, и продолжительность полива вы тоже так же можете уменьшить или увеличить. На сегодня я заканчиваю свое видео. Надеюсь, что что-то из этого видео вы для себя полезного вынесли, открыли. Подписывайтесь на мой канал, задавайте мне вопросы под этим видео о растениях, может быть, что-то непонятное по работе системы капельного полива. Задавайте свои вопросы внизу, я на них с удовольствием отвечу. Скоро выйдет новое интересное видео, и чтобы не пропустить мои видео, рядом с кнопочкой подписаться нарисован колокольчик. Вот вы можете нажать на этот колокольчик, и вам каждый раз будет приходить уведомление о моих новых видео. Я с вами прощаюсь, с вами была Татьяна, я вас всех люблю и целую. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!